слова 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 говорят что слово можно убить или что язык мой враг мой или есть такая еще пословица слово не воробей вылетит не поймаешь обычно люди мыслят на том языке на котором говорят и язык это не просто средство общения это не просто средство благодаря которому можем поделиться друг с другом какой-то информации от того на каком языке мы говорим и мыслим зависят наши ценности устремления и в конечном итоге образ жизни словом можно убить словом можно спасти слово можно полки за собой повести начать хочу эту тему с цитаты тургенева берегите наш язык наш прекрасный русский язык это клад это достояние переданное нам нашими предшественниками обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием в руках умелых она в состоянии совершать чудеса в прошлом всегда когда одно государство старалась поработить другое или один строй приходил на смену другому для того чтобы сломить национальный дух всегда переписывалась история государства а также менялся язык закрывались национальные школы детей заставляли говорить на новом языке и им даже давались новые имена прекрасный пример в двадцатом веке это когда японская империя аннексировала корею и как раз таки корейцам было запрещено разговаривать на родном языке в школах все преподавалось на японском языке и корейцам давались японские имена таким образом япония старалась сломить национальный национальный корейский дух если люди в какой-то момент начали начинали верить в новую историю и старались говорить на новом языке забывая свой язык то в какой-то момент они могли полностью забыть свою национальную принадлежность и тогда этот народ оказывался окончательно порабощенным в истории скорее этого не произошло и в какой-то момент оккупация была прекращена но как факт в истории такие прецеденты были язык и слова которые мы произносим несет в себе определенную историю определенную культуру народа и самые глубинные корни джордж урал в своем романе 1984 очень хорошо описывает как изменение языка и мышление людей делает их ярыми защитниками системы которая не несет ни добра ни пользы и в целом полна полна какого-то маразма и самодурство если тысячу раз повторять одну и ту же ложь то она начинает казаться правдой сначала когда один человек делает что-то непонятное это выглядит очень странно и даже вредно и непонятно и с этим могут даже бороться но когда десять человек это делают то это уже ну может быть маргинально но все-таки это имеет место быть когда сто человек делает что-то такое то это уже какое-то новаторство а когда тысячи человек это делают то это становится уже частью культуры можно увидеть иногда такие плакаты прямо на дороге реклама прямо в мозг и это к сожалению правда то есть наш мозг легко засоряется всякой ненужной входящей информации что нам говорят и повторяют многократно в конце концов это начинает казаться нам правдой именно этим методом пользуются маркетологи часто рекламируя совершенно ненужные бесполезные или даже вредные для нас вещи а нам кажется что используя эти вещи например там сигареты или алкоголь или еще что-то мы станем лучше у нас что-то в жизни поменяется мы станем смелее более общительными но на самом деле конечно это все неправда то есть просто раз за разом повторяя одну и ту же ложь мы приходим в состояние что мы начинаем в эту ложь верить если не беседовать с маленькими детьми они никогда не заговорят и тот язык на котором с ребенком разговаривают самого детства становится его родным языком если постоянно говорить о нравственных каких-то ценностях о крепкой семье о боге о нравственных законах то такой вот божий нравственный совершенно замечательный язык становится родным или литературный какой-то язык и формирует у ребенка соответствующее мышление а если разговаривать с ребенком очень мало или вообще не разговаривать или разговаривать с ним на жаргонных каких-то понятиях или на уголовных каких-то жаргонах то и понятия у ребенка будут соответствующие и мышление в конце концов будет соответствующие и это приведет его к определенной судьбе в библии есть такая цитата это послание к ефесянам 4 глава 29 стих никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших а только доброе для назидания вере дабы оно доставляло благодать слушающим не нужно произносить никаких гнилых слов только доброе для назидания вере есть такая пословица чтобы в жизни состояться матом лучше не ругаться ну или вот наше условие долой сквернословие мат это не наш формат задумывались ли вы когда-нибудь что все матные слова в русском языке связаны так или иначе с половыми органами или с сексуальными отношениями и когда молодежь употребляет матные слова то есть фактически она разрушает основу для семьи разрушает основу крепкой семьи традиционной семьи основу почтительного уважения по отношению к деторождению по отношению к сексуальным взаимоотношениям и это конечно приводит в целом к деградации нации более того если дети воспитываются животными такие случаи были как с маугли да у таких детей развивается очень ограниченное языковое мышление то есть на уровне животных и потом перевоспитать таких детей практически невозможно ну или я бы сказал что вообще невозможно история с маугли это выдуманная история а в реальности если так получилось что ребенок даже физически выжил среди животных но социально адаптироваться к людям потом он уже не может поэтому и говорят с волками жить по волчьи выть и это имеет и буквальное значение в том числе то есть ребенок останется на всю жизнь на таком состоянии что он сможет только выть как волки если его воспитывали волки но для нас более важно что существует и такие пословицы с кем поведешься от того и наберешься поэтому нужно стараться улучшать свое окружение чтобы жить не среди животных не среди волков а жить среди людей интересных верующих которые могут сформировать определенное мышление которые могут сформировать определенный образ жизни или есть еще такая пословица скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты все эти поговорки о том насколько важно окружение в котором мы находимся какое мышление и какой язык царят в нем в империалистической Японии бытовала такая пословица человеческая жизнь легче пера и было соответствующее отношение к человеческой ценности то есть самая главная империя самый главный император он фактически вместо Бога а вот что касается отдельной человеческой жизни то есть она легче пера и все диктаторы так или иначе грешили тем что вводили определенные понятия или определенные лозунги стараясь повлиять на мышление людей таким образом чтобы оправдать свою преступную деятельность если много-много раз повторять одну и ту же ложь даже про телевизор уже говорят как зомбоящик раз за разом если смотреть и слушать одно и то же то в конечном итоге начинаешь в это верить и даже если ты этого не хочешь если мы не прививаем своим детям какие-то важные понятия сами то первое мнение услышанное о том или ином предмете свойстве или событие становится их мнением и чем старше мы становимся тем сложнее что-то исправить поэтому особенно детский возраст подростковый возраст очень важен то какое влияние родители оказывают на своих детей и то окружение в котором эти дети так или иначе вращаются дети очень сильно подвержены влиянию они как губка все впитывают или как чистый лист или как гипс подготовлен для лепки в то время как став взрослыми мы становимся подобны гипсу который практически уже начал затвердевать и нам требуется очень серьезное усилие чтобы что-то изменить в себе есть даже такие фирмы которые после 40 лет уже не берут людей на работу просто потому что им нужны нужны работники с гибким мышлением а после 40 то есть мышление уже фактически сформировано мозг уже закостенел мышление закостенело и людям очень сложно придумывать что-то новое быть именно новаторами в той или иной сфере поэтому очень важно понять с кем общаются наши дети что они слушают что они смотрят в ютюбе с кем они общаются в социальных сетях и в зависимости от этого можно прогнозировать какая у них будет жизнь конечно можно сказать что что там старшему поколению вмешиваться в жизнь молодежи что молодежь другая понятия у них другие но тем не менее то есть есть какие-то очень вечные вещи очень вечные понятия и даже может быть культура немножечко меняется но есть какие-то вещи которые остаются неизменными на протяжении тысячелетий на протяжении множества цивилизаций на протяжении всей человеческой истории и нарушать эти вещи критически не рекомендуется в Израиле был такой пример царя Иосии закон Моисея с одной стороны был доступен для всех израильтян но в какой-то момент израильтяне просто забыли этот закон и этот закон пылился в храме почти 400 лет ну или какое-то большое количество лет и в какой-то момент Иосия случайно обнаружил этот закон начал читать и когда он понял что и он и весь его народ вообще не следует закону Моисея он разодрал на себе все одежды и начал устраивать публичные слушания с одной стороны он слушал сам закон а потом и весь народ след за ним также слушали этот закон Моисея и после этого он приказал разбить там всех идолов уничтожить все капища и все что было неправильного и неправедного в народе то есть он просто уничтожил ну и в Библии говорится про царя Иосию что не было ни до него ни после него более праведного царя то есть фактически что повлияло так сильно на Иосию один единственный момент он начал изучать Божье Слово и постарался следовать этому Слову и это Слово оказало на него такое воздействие что он полностью изменил культуру в целом народе то же самое касается нас то есть то что мы читаем то с чем мы взаимодействуем то и становится частью нашей жизни мы должны понимать что наше мышление наш язык формирует среда в которой мы проводим больше всего времени вот почему важны сообщества активных и интересных людей важны встречи верующих нужна какая-то бескорыстная поддержка друг друга все это формирует определенное окружение которое помогает нам расти и развиваться а также естественно помогает нашим детям мы можем это отрицать но те люди с кем мы общаемся постоянно те книги которые мы читаем те фильмы которые мы смотрим то о чем мы думаем не только влияет на нас но и постепенно формирует нашу личность мировоззрение и систему ценностей поэтому очень важно иметь критическое мышление по отношению ко всей входящей информации нельзя воспринимать все на ура и воспринимать все просто за чистую монету просто потому что это сказано было там по телевизору или сказано было каким-то авторитетным богатым знаменитым спета певцом или кем-то еще нужно думать самому с одной стороны а с другой стороны родители конечно должны помогать своим детям проверяя и помогая находить нужные книги находить нужные какие-то сообщества и развиваться в определенном правильном направлении когда Моисей поднялся на гору Синнай для того чтобы получить от бога десять заповедей за старшего с народом остался его брат Аарон но не прошло и сорока дней как под давлением внешнего окружения Аарон начал делать золотого тельца которому все израильтяне стали поклоняться как богу и вокруг него водить хороводы и устраивать разные оргии когда Моисей спустился с горы и спросил Аарона зачем он так поступил Аарон легко нашел себе оправдание сказав что просто поддался давлению толпы хотя в реальности Аарон обрабатывал этого тельца резцом украшал его, проявлял фантазию но даже приложив так много усилий чтобы изготовить тельца он не чувствует никакой ответственности за то что сделал настолько сильно было давление на него внешнего окружения то есть он все это делал и даже проявлял творчество и фантазию просто потому что запрос толпы такой вот иногда то есть современные певцы говорят то же самое то есть мы поем о том что интересно людям то есть это запрос людей такой то есть это не мы пропагандируем наркотики, алкоголь или курение или свободный секс или еще что то то есть это просто запрос толпы но здесь конечно они немножко лукавят точно так же как и лукавил Аарон то есть если бы он захотел он мог бы и не делать этого тельца ну побили бы его камнями или может быть еще что то сделали а может быть он мог бы и напомнить людям о Моисее и соответственно как то поступить по другому но тем не менее он находит себе оправдание это не я такой это мир такой но в реальности мы видим мир не таким какой он есть а мы видим мир таким какие мы есть то есть у каждого из нас какие то свои линзы поэтому когда мы смотрим на мир и начинаем оправдываться что все такие и поэтому я такой на самом деле это неправда как только мы начинаем развиваться как только мы начинаем меняться как только мы начинаем духовно расти мы начинаем видеть в этом мире совершенно прекрасные замечательные вещи поэтому думающим людям обязательно нужно проявлять серьезное отношение к языку и к словам которые мы произносим которых мы думаем которых к языку на котором мы говорим нужно постоянно развиваться постоянно совершенствоваться быть избирательнее к той среде в которой мы вращаемся а иначе мы просто не заметим как легко и быстро начнем мыслить категориями своего ближайшего окружения и станем просто такими как все иногда люди говорят что я боюсь оставаться один на один с собой когда в голову лезут без стука шальные мысли и поэтому мы постоянно заняты постоянно заняты мы постоянно куда-то бежим и постоянно даже приходя с работы стараемся там какую-нибудь киношечку посмотреть или в какие-нибудь игры поиграть или еще что-то поделать лишь бы не начать думать куда я двигаюсь зачем все это что вообще происходит если об этом не задумываться к сожалению остается только одно петь на пару с Олегом Газмановым про эскадрон моих мыслей шальных не буду петь просто прочитаю эскадрон моих мыслей шальных ни решеток ему не преград удержать не могу я лихих скакунов пусть летят пусть летят мои мысли мои скакуны вас пришпоривать нету нужды вы алюром несетесь и не признаете узды ну и потом получается что за этими шальными мыслями следует и шальной образ жизни но мы в состоянии контролировать свои мысли нам нужно научиться контролировать сначала свои слова преподобный мунсанмён говорит такие слова у меня есть трот но я молчу не потому что мне нечего сказать а потому что я опасаюсь одним неосторожным словом нарушить небесный закон я храню молчание не потому что не умею жаловаться я молчу из-за Бога иногда лучше промолчать если не можешь сказать чего-то хорошего то лучше просто промолчать подумать, остыть, переварить и потом уже сказать что-то хорошее есть замечательная притча которую я хотел бы завершить сегодняшнее сегодняшнее видео притча о Сократе один человек спросил у Сократа знаешь что мне сказала тебе твой друг подожди остановил его Сократ просеи сначала что собираешься сказать через три сита три сита прежде чем что-нибудь говорить нужно это трижды просеять сначала через сито правды ты уверен что это правда нет я просто слышал это значит ты не знаешь это правда или нет тогда просеем через второе сито сито доброты ты хочешь сказать о моем друге что-то хорошее нет напротив значит продолжал Сократ ты собираешься сказать о нем что-то плохое но даже не уверен в том что это правда сито попробуем третье сито сито пользы так ли уж необходимо мне услышать то что ты хочешь рассказать да нет в этом нет необходимости и так заключил Сократ в том что ты хочешь сказать нет ни правды ни доброты ни пользы зачем тогда говорить давайте давайте на этом остановимся и просто подумаем о том какие слова мы произносим какие мысли мы допускаем в свою голову какие книги мы читаем какие мыльные оперы или сериалы мы смотрим и как вот на самом деле это на нас влияет и как наша жизнь становится более насыщенной более интересной более вдохновляющей или наоборот сфокусированы на том что у нас чего-то не хватает что нам нужно чего-то больше и делая делает нас все более и более несчастными и делает нас такими гонщиками в погоне за каким-то мнимым счастьем про которое мы даже и не думали сначала а просто кто-то нам что-то сказал или кто-то что-то нам навязал ну и конечно давайте подумаем о том в какой среде вращаются наши дети потому что пройдет какое-то время дети вырастут и чтобы мы не хватали за голову и не думали как же так что же получилось что же мы упустили вот давайте сейчас пока если есть возможность думать заранее о том что мы говорим на каком языке мы общаемся в каком окружении мы крутимся ну на сегодня все подписывайтесь на мой канал ставьте лайки если видео понравилось пишите какую-то обратную связь если видео не понравилось информация не понравилась тоже пишите обратную связь будем разбирать что да как а так спасибо всем большое а ровно